This is now starting. All attendees are in listen-only mode. This is now in the center. There is a lot of courses in the center, and in addition, there is one such a big course, which is about 1S-Bухгалтерии 3-й редакции. So, why should we do a small course? How do you think? Well, as the practice shows, all bухгалтеры in general поступают in a way. In general, in Excel, they are already in Excel, and they are already in Excel. Well, this is a norm, unfortunately. This is a norm. However, in general, in the program of bухгалтерии there is a lot of number of procedures that allow you to get all this information, absolutely not using Excel. That, in general, we are in this course as well. So, what do we do? 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 We have a lot of information that is called the So, what do we do? 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 We do a lot of information about the work that we have a little bit of employees. всех сотрудников у которых к примеру определенный возраст или опять же вот как новому году обычно всех интересует ну как не всех конечно же как бы людей которые занимаются скажем на подготовка подарков для детей сотрудников интересует сколько детей там в каком возрасте и так далее вот как раз условное оформление мы позволяет например нам с вами цветом выделить какой-то определенный показатель но я хотела показать сегодня как раз на примере двух отчетов во первых это вот отчет чисто кадровый отчет вот личные данные сотрудников вот в том виде который он в общем-то присутствует программе да но тут у меня поскольку база учебная естественно сведений не очень много вот но показать более чем достаточно и показать на оборотно-сальдовые ведомости ну вот в частности в частности я немножечко поднастроила вот этот вот отчет вот тот вид который он имеет по умолчанию и тот вид который у меня в итоге получился этого то что я вам уже показывал это по сути сотрудники и их возраст здесь вот у меня кстати так интересу ради есть вот личные данные сотрудников но уже с должности то есть это вот то чему мы учимся просто на курсе но вот что касается условного форматирования давайте я проемку тоже интересу ради просто добавлю сюда же еще один столбик вопрос в том что достаточно большое количество настроек которые предусмотрены в программе но не все о них знают то есть лучшее что как правило используют это вот берут и добавляют колоночку через настройки но настройки они вот существуют просто простые расширенные и в программе предусмотрено изменение варианта отчета ну как раз вот я сейчас и буду показывать через изменение варианта отчет в частности в частности вот когда открывается это окно в верхней части отражается структура отчета то есть выводится сведения по организации и детальные записи список детальных записей но вообще по сути любой отчет это что это запрос конформационной базе и список детальных записей он прописан заранее разработчикам все настройки отчета мы можем великолепнейшим образом увидеть как раз вот выбрав соответствующий значок в верхней панели отчета ну и открывается нужная закладка то есть вот в моем случае в моем случае в отчете как видите вот они записи которые выводятся но и закладочка условное оформление но как я уже сказала меня сейчас интересует постановка вопроса к примеру вот у меня тут есть несколько человек я хочу чтобы мне программа выделила все кто старше 40 сделать это абсолютно несложно для этого на закладочке условное оформление мне нужно добавить новую позицию для начала я выбираю параметр ну например например мне будет комфортнее если это выделение будет идти именно каким-то цветом но красный всегда хорошо глаза бросается при этом как видите здесь можно и шрифты какие-то задавать и ширину столбцов это все как раз задается в условном формате то есть я выбрал просто вот меня интересует цвет текста это будет для меня нагляднее следующим этапом я должна определить добавить в частности условия отбора то есть по каким показателям у меня должно срабатывать условное оформление но в данном конкретном случае меня интересует возраст и вид сравнения но примеру больше или равно равно но и возраст меня интересует больше и равно 50 лет но опираясь на ту базу что вот у меня есть данный момент соответственно соответственно вот этого указать недостаточно почему потому что если я на этом остановлюсь то у меня вот смотрите сейчас просто покажу будет очень любопытная картинка в частности программа мне все позиции выделить красным это не есть хорошо на реальной базе когда у нас с вами сотрудников далеко не четыре человека вы сами понимаете что это очень некомфортно а собственно почему это происходит вот особенно это бывает когда человек начинает сам ковыряться потихонечку вроде бы так все получается но получается немножечко странновастенько да потому что я не указала какой колонке отчета какому поле отчета мне надо применить вот это условие и программа поняла однозначно она решила что мне надо применять вот это условие выделения текста красным ко всем полям отчеты собственно колонки в терминах 1с они и называются поля но и все-таки хотелось бы довести вот эту ситуацию до логического конца да то есть чтобы у нас получилось все красиво для этого как раз и есть вот при задании условного оформления отдельно закладочка оформляемые поля и здесь я хочу как раз вот и сказать что вот это условие надо применять только к одному поле то есть только к одной колонке от колонки возраст но и собственно говоря вот у меня должна получиться соответствующая картина то есть выделение цветом все мы с вами условное форматирование используем в excel я ничуть не хочу умалять возможности excel но в общем то я просто категорически против лишней работы как видите вот такие же сведения можно великолепным образом получить в программе ну и вот собственно мы как раз этому и учимся если говорить вот об этом условном оформлении конечно же в первую очередь в первую очередь это актуально вот для отчетов кадровых все-таки я бы сказала ну собственно связано это в первую очередь чем когда у нас нет какой-то информации когда ну вот например у меня отчет личные данные сотрудников он посмотрите весьма весьма таком виде неприглядном отсутствует ннн отсутствует снилось но я их не вводила вообще ну мне необходимости у меня такой не было да и собственно говоря в общем то даже в конкретном случае это не актуально но если у меня реальная база и какие-то сведения пропущены я же могу точно также использовать условное оформление но немножечко в другом ключе то есть ну возьму красный просто потому что он хорошо глаза бросается сейчас покажу хулиганство ну вот показала буковку потеряла потеряла буковку условия соответственно я буду применять например к именем да и есть тут у меня в частности иное количество вариантов сравнения нам и скажу что это надо применить именно поле иными ну смотрите какая вещичка получится в данном конкретном случае согласитесь что в глаза бросается очень хорошо например можно применять вот именно условное оформление вот такого рода когда в определенных ячейках у нас появляется требуемый текст когда надо в больших достаточно массивых информации найти сведения которые по каким-то причинам не заведены в базе то есть вот вам еще один вариант применения условного форматирования далее далее вот тоже самое условное оформление можно применять не только кадровым отчетом в принципе здесь уже как бы воля наша с вами а я еще хотела показать как раз на банальный оборот на сальдовой ведомости но опять же нечто из серии что мы делаем на занятии когда вот учимся работать с отчетами вот у меня есть отчет оборот на сальдовой ведомости здесь настроена кстати обратите внимание группировка только по определенным счетам и субсчетам то есть в частности да вот банальная такая вещь тоже которую мало кто использует все же обычно как открывают оборотку и пошли по ней там в лучшем случае вот пользуются только кнопочкой показать настройки для того чтобы задать какой-то отпор ну да и дополнительные поля это еще да это все любят особенно начинающие бухгалтера это есть такое дело здесь я согласна но ведь группировку можно добавлять только для определенных видов счетов например то есть это же тоже в некоторых случаях для она с вами бывает актуальна вот ну и в частности в частности вот один еще из вариантов как раз который я хотела бы показать в данном конкретном случае значит задача какая я вот хочу сформировать оборот на сальдовую ведомость по счету счет 90 стей на и вот цель покажу сначала результат то есть вот мне нужно чтобы были выделены кредитовые обороты за указанный мной период ежели сумма превышает двести пятьдесят тысяч здесь та же самая постановка вопроса ну почему показываю на другом отчете потому что вот это очень удобная возможность полной настройки отчетов она есть только в кадровых и в зарплатных я имею ввиду вот через кнопочку еще команда прочее изменить вариант отчета в стандартных бухгалтерских отчетах вот если я интересу ради еще например там я не знаю вот открою любимый отчет анализ субконта то же самое как видите здесь отсутствует еще прочее изменить вариант отчет но при этом при этом тогда приходится воспользоваться закладочкой простите закладочкой кнопкой показать настройки и здесь тоже есть закладка только тут она называется в частности оформлением ну и как видите вот по умолчанию по умолчанию у нас получается здесь сейчас я вот удалю чтобы вот показать как-то стандартно да вот у меня есть такой вот отчетец есть такой отчетец значит та же самая логика абсолютно ничего нового в этой жизни нету только через кнопку показать настройки я перехожу на закладку оформления и добавляю вариант оформления ну вы уже догадываетесь что это будет цвет текста красный здесь никуда не деться вот и соответственно мне нужно добавить условия кстати условия можно добавлять либо через кнопку добавить новый элемент да то есть вот я могу вот так вот вот и соответственно можно просто напросто перетаскивать да то есть меня интересует кредитовый оборот я могу делать так я могу делать так это уже мое личное дело и выбирается ведь сравнение ну пускай больше или равно и значение 250 тысяч и значение 250 тысяч но опять же вот то что я показывала перед этим что если я не доделаю не доделаю сформирую отчет ну получаю вот смотрите совершенно безумная постановка вопроса согласитесь вот с таким отчетом работать вообще крайне неудобно правильно же то есть вот абсолютно распространенная такая вот ошибочка присутствует это когда забывают сказать в частности к какому полю к какому полю относятся сие высокохудожественное творчество и только если я сформирую вот уже как следует вот у меня видите программа выделила все требуемые суммы красным цветом то есть вот такой вот показатель он присутствует в нашей жизни как видите он применим к большинству отчетов большинство отчетов ну просто в кадровых зарплатных отчетах это сделано ну не знаю мне кажется все таки покомфортнее когда есть возможность видеть всю структуру отчета а вот что касается что касается непосредственно отчетов стандартных то здесь как видите получается немножко другая картина именно за счет вот таких вот ситуаций то есть если я возьму вот тот же анализ субконта здесь ну пускай будет то же самое с фантазией у меня честно говоря не очень хорошо кстати вот по поводу того что я сейчас показываю это у нас с вами в жизни бывает достаточно актуальным бывает достаточно актуальным актуальным например в каких случаях вот знаете мы все с вами сдаем отчетность мы с вами все сдаем отчетность и ну например там я не знаю меньше или равно 100 тысяч скажем по результатам с данной отчетности по результатам с данной отчетности в частности например нам с вами пришло требование из налоговой о недоимке соответственно сумму какую-то поискать вот таким вот образом бывает достаточно комфортно здесь я думаю вы со мной согласитесь то есть если вдруг там у нас с вами произошло какое-то расхождение например там пришла недоимка по НДФЛ там ну или там по НДС не дай бог все бывает в этой жизни тогда тогда зачастую на реальной базе когда у нас достаточно большое количество данных вот это вот выделение цветом мне кажется это совершенно вещь изумительная просто изумительная и помогает быстрее найти нужные сведения что в общем-то жить становится от этого гораздо легче то есть вот такой вот любопытный прием существует в программе ну и вот если вернуться к нашему с вами разговору я же не просто так его затеяла в общем-то у нас в сентябре как раз стартует вот этот курс мы которым мы учимся да то есть достаточно знания и умения точнее работы в программе бухгалтерии вот то что я говорила то есть мы учимся какие-то дополнительные группировки задавать дополнительные поля отборы применять условное оформление там сохранять настройки отчетов дается удостоверение соответствующее вот непосредственно ну и вот что касается нашей с вами работы все-таки действительно вот актуально например вот смотрите у меня есть специализированный отчет у меня есть ведомость амортизации основных средств но только обратите внимание в каком он виде ну кто работает наверняка вы этим в общем-то за себя не сильно утруждали но в частности обратите внимание у меня тут есть такой рояль в кустах да а как же потому что мы просто еще на этом курсе рассматриваем знаете специфику формирования отчетов по налогу на имущество в частности по земельному налогу и там бывают вот эти вот вещи актуальны вот например если у меня речь идет о налоге на имущество здесь как видите вот у меня иное количество все-таки основных средств присутствует и исходя из этих соображений исходя из этих соображений умение настроить отчет вот не выгружая в excel я ничего не имею против excel честно вот абсолютно но при этом при этом в общем-то когда речь идет об отчетах об отчетах то всегда всегда вот как-то хочется чтобы жить было по комфортней исходя из этих соображений вот обратите внимание в общем-то у меня тут настроек задано то не так много но у меня добавлены сведения вот в этом отчете и по материально ответственному лицу в отдельной колонке а не так как это по умолчанию выводится но если мне очень сильно захочется я кстати могу поступить вот таким образом я могу добавить группировку вот в этом отчете не по подразделению а по материально ответственному лицу и соответственно у меня уже отчет будет выглядеть вот таким вот образом как видите у меня туда же добавить и группировку по подразделению то здесь уже у меня интересная но никак не в excel в программе давно я excel практически не пользуюсь для меня это некомфортно я знаю что я могу все это получить в 1С при условии что программа позволяет нам к тому же еще и сохранять настройки отчетов в любом виде то один раз задали сохранили и потом если вдруг понадобится всегда можно выбрать нужные настройки списка и жить долго и счастливо и не забивать себе голову вот у меня уже видите есть два варианта отчета единственное вот что опять же отличается в отчетах именно программы бухгалтерии здесь как видите как я уже сказала что мы учимся настраивать отчеты стандартные специализированные это связано в первую очередь с тем что здесь для меня это причина неизвестна но отчеты настраиваются по-разному по-разному и вот то что я вам показываю если в зарплатных и в кадровых отчетах все-таки предусмотрена возможность расширенной настройки расширенной настройки и никто не мешает мне это сделать то есть взять и сделать какой-то свой вариант отчета через еще прочее здесь вот я говорю что мне кажется этот вариант по удобнее по одной простой причине когда видишь всю структуру отчета это становится жить гораздо удобнее гораздо комфортнее а это вот оно еще прочее изменить варианты отчета я могу здесь опять же вносить любые изменения которые мне требуются в данном конкретном случае а вот если говорить о тех стандартных бухгалтерских отчетах о специализированных отчетах то там настройки немножко попроще ну и вот хотелось бы все-таки не умолчать еще вот на особицу в программе стоит такая великая вещь как универсальный отчет как универсальный отчет то есть в частности вот у меня он в данном случае построен именно по НДФЛ и я вот вам говорила что а если вдруг там в частности пришло письмо счастья из налоговой о том что имеет место быть там недоимка на какую-то сумму ведь искать я ее буду здесь все равно точно так же точно так же то есть через настройки через оформление я добавлю точно так же какое-то условие какое-то условие да там ну я не знаю у меня тут по суммам сейчас секунду чтобы просто уже показать к примеру там у меня есть конечный остаток и логика будет та же самая ну да любимый цвет текста который бросается всегда в глаза главное главное не забывать не забывать в частности в частности о том что всегда у нас одна и та же самая постановка вопроса в частности какого рода надо не просто указать условия надо указать еще и какому полю отчета его применить и тогда все великолепнейшим образом работает то есть вот грубо говоря если мне пришла недоимка на такую сумму я ее найду очень быстро найду я очень быстро при условии если я сформирую себе вариант непосредственно отчета по расчетам налогоплательщиков с бюджетом да это то в частности вот как мы 6 НДФЛ с вами можем проверять и плюс еще плюс еще возьму и выделю цветом ну и у меня тут опять же в качестве вариантов энное количество приведено вот в частности смотрите один из вариантов настройку универсального отчета это подвижение денежных средств на основании чего регистра бухгалтерских проводов ну и налоговых естественно и собственно здесь здесь никаких в общем-то сложностей не представляет если мы знаем как работать с отчетом вот такая вот у нас есть небольшая постановка вопросов в центре в общем-то я надеюсь что я вам помогла рассказав такой возможности кто-то знает нет использовать надо в обязательном порядке я думаю вы со мной согласитесь все таки вот да с учетом того что у меня база небольшая она учебная и здесь как видите как видите все таки информации не так много но это связано это связано в первую очередь с тем что нужно наглядность на больших объемах когда человек первый раз данные видит а занятие собственно проводится по принципу у нас каком то есть пришли есть готовая база с данными и задача найти то сего то есть построить отчет так чтобы быстренько выяснить требуемые сведения это кстати еще может пригодиться между прочим в каком случае у нас есть достаточно распространенная в жизни ситуация когда пришли мы с вами на новое место работать с предыдущим бухгалтером как всегда не пересеклись и вот тут то как раз да как быстро посмотреть что творится в этой базе а как сформировать отчет и не просто его сформировать вот так вот вот как обычно а непосредственно под свои конкретные цели и задачи для того чтобы посмотреть а что же там было что же вводилось что же происходило в этой жизни вот в этом плане мы очень много времени кстати уделяем универсальному отчету и не только вот в контексте как я вам показала поиск недоимки например сумма по недоимке вот а как раз как раз в плане настроек поскольку ну мне кажется это один из лучших в принципе отчетов в программе но при условии при условии если мы с вами умеем с ним работать в противном случае ничего полезного ну открыли но сделали а тут на самом деле очень большое количество нюансов в общем если я вас заинтересовала если вам считают что это вам понадобится в жизни то буду очень рада видеть на курсе вот если вам поможет как то вот то что мы сегодня обсуждаем в работе это будет замечательно я буду рада что в общем то от меня есть какая то польза ну то есть вот как то вот так вот а пожалуйста спасибо а что то вы как то поздновато да вот так вот так спасибо